Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Мы сегодня продолжаем с тобой запись программ, посвященных выборам, демократии, народовластью и так далее и тому подобное. У нас сегодня третья встреча. Какой под теме она будет посвящена? На самом деле мы, как говорится, не готовились, но случилось такое знаменательное событие. К нам в редакцию Народного Славянского Радио пришло такое письмо. Сначала мы подумали, откуда, как, но почитав его мы поняли, что там очень важная информация и надо обязательно про это дело поговорить. Поэтому, чтобы искажений не было, потому что письмо очень важное, я вам зачитаю так, как оно есть. Итак, написано. Пишет вам президент Кокосово-Банановой Республики, что является главным бриллиантом всей нашей великой страны Папуасии, что находится на священных островах, находящихся чуть севернее от экватора. У меня есть целый один канал центрального телевидения, а также целых два компьютера с интернетом. Один у меня, а второй у жены. Также есть армия с полицией и много-много кокоса-бананов, шкурок крокодилов и цветных ракушек, которыми мы успешно торгуем и экспортируем их за красивые цветные бумажки. У меня также есть несколько министров по бананам, по кокосам, по крокодилам, по ракушкам и даже по цветным бумажкам. Все эти люди – хорошо мною проверенные знакомые и родственники моих родственников. И как я не стараюсь делать хорошо им, мой народ почему-то все больше и больше недоволен. Скобка. Хотя министры пока не жалуются. Правда, стращают и пугают меня революциями и переворотами. Поэтому количество армии и полиции мне приходится постоянно увеличивать. Да так, что скоро все красивые бумажки уйдут только на их содержание. А тут у меня еще и выборы намечаются. И даже нашлись претенденты на мой трон. Хорошо, хоть главный советник моей великой страны. Скобка. Но это тот, у которого есть второй компьютер с выходом в интернет. Недавно нашел для меня два ваших ролика про выборы, которые мне и открыли глаза. Одна надежда на вас, Народное Славянское Радио. Посоветуйте, как мне быть и что мне делать. Подпись. Президент Кокосово-Банановой Республики. Ням-ням Тумба-Юмбович. Ну вот, я так понимаю, сегодня нам все-таки надо уважить вот этого почетного гостя. И посоветовать ему, как же быть и что делать. Благодарю. Да, не часто, не часто президенты нам пишут письма. Не часто. Надо уважить. Тем более такое значимое явление, чуть севернее экватора, Кокосово-Банановая Республика. Надо. Что мы можем посоветовать нашему далекому другу? Какие варианты вообще? Может быть, сначала рассмотреть, какие у него есть варианты, и потом подобрать из этих вариантов самый подходящий? На данный момент, какие варианты ему можно предложить? Провести выборы, как они проводились раньше. Ну и правильно всего подсчитать. Про это мы уже с тобой упоминали. В этих передачах, которые он уже посмотрел. Есть еще вариант загасить всех конкурентов, и вести чрезвычайное положение с отменой всех этих самых выборов. Есть вариант сдать казнократов и свалить на них всю вину, и признать ошибки, ну и что-то начать менять. Есть вариант добровольно уйти с поста за решетку и полагаться на честный, справедливый суд. Ну и все-таки еще есть вариант провести честные выборы, а там уже пусть будет, как будет. Да, скажем так, богатый ассортимент меню, но как-то выходы своеобразные такие. Ну да, попробуем разобраться. Значит, если он оставляет все, как было ранее, то есть выборы проводятся по принципу, не важно, как проголосуют, а важно, как посчитают, то в этом случае недовольных в стране останется много. И в конечном итоге придется все больше и больше увеличивать армию. Армию, полицию и так далее. На это тратятся те самые разноцветные фантики, которые к ним в республику поступают. Невыгодно, потому что чем больше ты тратишь фантиков на это, тем меньше тебе достается. Значит, третий компьютер своему сынку ты уже не купишь. Проблема. Народ может подкараулить, народ может устроить бучу, а если вдруг найдется какой-либо предприниматель за границей, который хочет больше получить бананов или кокосов или шкурок крокодилов с цветными раковинами, то в этом случае он может подкупить какого-то конкурента за такое же количество цветных бумажек или за большее и создать ему сепаратистское настроение для того, чтобы он устроил переворот или пуч. Не самый лучший вариант. Поэтому я думаю, что если наш, как он там, ням-ням Тумба-Юмбович, да? Вот, уважаемый Тумба-Юмбович, если у вас есть желание все-таки спать спокойно, то в этом случае, наверное, вот такой вариант первый, он очень критичен для вас и, наверное, не самый подходящий. Второй вариант – это загасить конкурентов и вести чрезвычайное положение под видом того, что якобы кто-то готовит переворот. Так, наверное, да? Да. Ну что ж, тоже классный вариант, и во многих странах это проводилось. Вот тут есть еще одна большая страна, которая вытянута с севера на юг. Там вот тоже какие-то постоянно происходят случаи, то самолеты куда-то не туда врезаются, то еще что-то, и после этого армии куда-то направляются. Народ духом восприливает, восприл, да, восприливает, то есть поднимается духом. Но как-то вот надолго не хватает. Все равно люди начинают репу чесать, почему происходят какие-то мелкие кризисы. Ну и другие тоже варианты есть, где войнушки развязываются между какими-то соседними странами, республиками, и под этот шумок еще что-то можно делать. Но ведь войнушка не может длиться бесконечно. Ресурсы тех, кто живет в этих республиках, людей не безграничен. И когда вы всех перебьете, чем вы будете дальше заниматься? На мой взгляд, не самый лучший вариант, но в некоторых случаях, когда, например, конкурент какой-либо получил много фантиков, то для того, чтобы не было разделения страны, его унимать приходится. Здесь однозначно целостность страны в первую очередь. Это само собой. Но это как именно чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение. Увлекаться этим, на мой взгляд, не стоит. Что там у нас еще было? Сдать казнократов, то есть родню, что ли, получается, и знакомых? Эх, да, тяжелый случай. Но похоже, что так. Вот эта игра уже, ну, как бы сказать, более честная получается по отношению к народу, но менее честная с тем, с кем вы, уважаемый Тумба Юмбович, договаривались. Потому что если у вас был договор рука руку моет друг друга поддерживать, то в этом случае, как только вы начнете нарушать взятые на себя обязательства, то те, с кем вы договаривались, они также освободятся от этих договоренностей, и начнут сдавать вас. И они первым делом могут побежать к другому человеку, хозяину, купцу, у которого есть цветные фантики, который им даст в большом количестве, и они, используя наработанные технологии, просто-напросто сдадут вас в первую очередь, или уберут вас в первую очередь, чтобы занять ваше место. Такое во многих странах северных часто случалось, когда вдруг кто-то не просыпался, потому что у него висок был табакеркой пробит, или страшное оружие под названием шарфик применялся, или еще что-то, ну, может быть, там, съел что-то не то, и потом покрывался какой-то сыпью, или задыхался. Вариантов огромное количество. Поэтому тоже такой скользкий вариант, но хотя он ближе к делу, ведь надо думать о том, кто приносит пользу вашей бананово-кокосовой республике. Люди, которые там живут, и которые эти бананы и кокосы выращивают, которые этих крокодилов отлавливают, которые ракушки достают, или те, которые пригрелись и уже забыли, кто они, для чего они, и что им надо делать. Здесь необходимо подходить очень тонко к этому вопросу. Это надо делать по тому принципу, который применялся в одной из северных стран, когда в один день вдруг раз и дружно ко всем заворовавшимся товарищам подъезжали машинки. Там сидели несколько добрых молодцев, у которых был пистолет, которые имели определенные мандаты, определенные бумажки, указывающие, что и как делать. Они брали под белые рученьки того, кто заворовался, вели в эту машинку и потом везли в санаторий, хорошо облагоустроенный. И если это одновременно делалось по всей стране, то тогда все становилось на свои места. Надо вам на какое-то будет время перекрыть границы, перекрыть вашу банковскую деятельность, то есть министра цветных бумажек, взять за одно место, чтобы он не мог передавать туда-сюда эти фантики, чтобы разобраться, кто что делал. Вот для этого в санаторий необходимо всех своих министров поместить, тех, кто этими министрами управляет, через фантики поместить, и с ними там мило за чайком поговорить и предложить им какие-то иные правила игры, которые более подходят для людей, населяющих Кокосово-Банановую республику, находящуюся в Папуасе, к северу от экватора. Что там у нас еще было? Добровольно уйти? Да, я устал, я ухожу. Я устал, я ухожу. Где моя камера, да? Дело в том, что вот такой просто уход, он как раз только может быть в одну сторону. В сторону Турмы и прокурора. Вот, это как в «Кавказской пленнице» у нас такой фильм есть. Или я веду ее в ЗАГС, или она меня ведет к прокурору. Так вот, здесь еще круче все, здесь все проще. Если, как только вы слагаете с себя все полномочия, вы сразу идете за решетку добровольно, причем вы сами туда бежите, быстрее ветра, чтобы вас по пути не разорвали за те дела, которые вы сделали. Поэтому это надо делать быстро, срочно, и чтобы отдать указания охране, чтобы они охраняли эту решетку золотую от тех, кто пытается в эту решетку впрыгнуть. Но если получится куда-то эмигрировать за границу, то тоже будет хороший вариант, если, конечно, успеете. Потому что известны тоже случаи, когда вдруг ни с того ни с сего кто-то просыпался следорубом в башке. Такие случаи тоже у нас были в мире, находили вдалеке. Поэтому тут выбирать, либо добровольно идти за решетку, либо жить в страхе и ждать прилета какого-либо предмета в голову. Это опасное дело. Поэтому этот пункт четвертый тоже не совсем подходит. Вернее сказать, совсем в данной ситуации вам не подходит. Что там пятое? Провести честные выборы? Да. Провести честные выборы. Вот тут, в зависимости от того, как вы подготовитесь к этим выборам, так они пройдут. Если просто сказать, а, будь оно что будет, провожу честные выборы, вы все равно окажетесь за решеткой. И за решеткой придется так или иначе давать показания, почему вы так себя вели. И самое смешное, что показаний против вас будет больше, потому что все ваши родственники, друзья и знакомые, которые были в управлении, министры кокосов, бананов, крокодилов, цветных бумажек и ракушек, в том числе и тот, который ваш советник со вторым компьютером, также окажутся за решеткой, и они будут выгораживать себя. А если так, то в этом случае их показаний против вас будет намного больше. Такая патовая ситуация. Что делать-то, что быть? Как ты думаешь, Миша? Ну, в данной ситуации из-за того, что мы перечислили, все-таки, мне кажется, с санаторием надо обходиться. Как-никак можно тому здоровье поправить и себе, и другим. То есть необходимо все-таки включить здравомыслие, осознать, что далее так жить невозможно, подготовить план возврата того, что является народным, народным, к народу, то есть в государство, подготовить честных людей, которые способны будут воздействовать на тех, кто заворовался, и придется перешагнуть через какие-то свои вот эти вот родственные или дружеские отношения, и на какое-то время в санаторий поместить тех, кто явно действует против народа, против страны. После этого эту акцию можно будет показать по своему целому телевизионному каналу, распространить это через интернет, везде, где только это можно, для того, чтобы все увидели, что в стране Папуаси наконец-то появилась республика, где президент забыл все вот эти картельные договоры и всех подельников сдав, стал трудиться на благо всей страны, на благо каждого гражданина Бананово-Кокосовой республики. Кстати, недавно проходил чем-то похожий сценарий в Арабских Эмиратах, есть тоже такая страна на карте. Вот там тех, кто заворовался, также мило пригласили в дорогой отель, они там какое-то время находились, и после этого многие из них подписали нужные бумажки, и в казну вернулось огромное количество денег. И вот тут, наверное, стоит нам вспомнить интересного такого писателя, который написал книжечку граф Монте-Кристо, Александр Дюма, насколько я помню. И вот там есть такой персонаж Луиджи Вампа. Когда заворовавшийся человек бежал и попал в лапки этого Луиджи, то там, конечно, не было ему предоставлено какого-то такого царского жилья, он находился в более простых условиях пребывания, но ему пришлось со своим капиталом расстаться. Его никто особо не принуждал вот так, что ну-ка отдай деньги, никто ножом у него горло не вертел, не крутил. Просто ему поставляли еду элитную, не с точки зрения вкуса, не с точки зрения редкости этой еды, а с точки зрения элитной цены. Когда маленький дохленький куренок вдруг оказывался по стоимости столько, сколько стоит, например, элитный скакун или целое здание в каком-то центральном городе, и все удивления были, как этот куренок стоит столько денег. Мы говорили так по-простому. Вы знаете, в катакомбах очень трудно кур производить, очень трудно растут, поэтому они такие дорогие. И вот до тех пор, пока не было потрачено все состояние, его не выпустили. То есть награбленное было возвращено тем, кто этим награбленным должен был владеть по праву. поэтому я думаю, что пришло время здравомыслия, уважаемый президент такой замечательной республики банана кокосовой Папуаси, и пришло время разобраться, кто ваш враг на самом деле, который готовит переворот через свое воровство, унижение своего народа, или кто ваш друг, который заботится о том, чтобы народ жил в достатке, чтобы страна жила в благости, чтобы каждый человек получил то, что ему необходимо, не только с точки зрения денег, как сейчас некоторые предлагают, раздать всем деньги, такие прям появились у нас высказывания, иначе я вас накажу, типа того, если деньги там, или народ вас накажет, или мы там революцию строим, раздача денег, это бестолковый, глупый шаг, деньги не надо раздавать, потому что можно напечатать новое количество денег, и деньги, которые были розданы, превратятся в бумажки, от этого благоденствия не наступит, просто инфляцию, взорвете, вот и все, это я тем предлагаю на размышления, такие вот позывы, которые хотят постоянно что-то поделить, и кому-то что-то отдать, не понимаю, к чему это идет, необходимо увеличивать благополучие людей, надо производство строить, и не просто какие-то дымящие, а те, которые правильные производства, которые не уничтожают природу, необходимо людей творцами воспитывать, созидателями воспитывать, давать им благостные намерия жизни, чтобы они понимали, как устроена эта жизнь, чтобы они ее строили как это надо для того, чтобы жить хорошо, а не превращать шариков на какое-то короткое время какими-то такими аладинами, которым вдруг не с того несет богатство наголу свалилось. Глупостью заниматься не надо. Так вот, если вы уберете воров, если вы национализируете кокосы, бананы, крокодилы и ракушки, сделайте так, чтобы все добытые ресурсы попадали в казну, из казны выплачивались копеечки тем, кто их добывает, пускай даже какой-то предприниматель из вашей родни останется руководить компанией, которая добывает, например, ракушки. Ну, у него хорошо это получается. Но только теперь ракушки он добывает в государство, не в свой карман, а в государство. И за это ему в виде благодарности за каждую качественную ракушку выплачивается поощрение. После этого эти ракушки передаются в фонд не в частный, а государственный. Из распространения этих ракушек выплачивается за каждую ракушку копеечка. Пришел человек, а ракушки там пользуются спросом, взял 10 ракушек, заплатил чем-то, фантиками. эти фантики попадают сначала на промежуточный счет, в конце дня попадают на государственный счет, и с этого счета установленный процент, оговоренный с государством, идет уже на счет этой компании, этого предпринимателя. то есть мы уходим в данном случае, вернее как вы уходите в данном случае от частного капиталистического грабительского уклада и возвращаетесь в государственность, где все, что добывается в государстве принадлежит народу, все ресурсы принадлежат народу, тем, кто добывает платится вознаграждение за добычу, тем, кто перерабатывает платится вознаграждение за переработку, тем, кто распространяет, платится вознаграждение за распространение. Но все деньги, все деньги остаются в фонде вашей страны, в фонде вашей республики. И тогда вы можете нищим построить дома, проложить дороги, сделать новые плантации или какие-то там еще важные дела, которые будут обеспечивать ваших граждан. И тогда фантиков цветных не надо будет, потому что вы будете все полностью производить у себя в вашей бананово-кокосовой республике, где будет и свое производство, где будет и своя добыча, и своя переработка, и все будут жить в благости, потому что вы будете заботиться о каждом члене вашего большого сообщества, в вашей замечательной республике. И тогда рвачам, казнокрадам здесь будет делать нечего, потому что всегда его можно будет схватить за одно мягкое место и отправить за колючую проволоку на определенный срок. Или, может быть, добывать какие-то полезные ископаемые, ну, те же самые цветные ракушки. Вот такой у меня посыл к нашему замечательному президенту Ням-Ням Тумба-Юмбовичу. Может быть, ты что-то добавишь, Михаил, от себя? Может, я что-то упустил? Ну, во-первых, благодарю. Нам очень приятно, что к нам приходят такие письма с такими вопросами. Как сможем, так и поможем. А теперь уже носим и раскламимся. Если будут какие-то вопросы, точняющие, этот уважаемый человек знает и может нам написать. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным. Тебе, Алексей, за эту беседу. Конечно, если будут какие-то вопросы у нашего уже известного президента Ням-Ням Тумба-Юмбовича, мы всегда открыты для переписки. Впрочем, не только для него. Мы всегда готовы с радостью поделиться знаниями тем, кто задумался о том, а как жить в современных условиях. Ведь можно этот мир и дальше разрушать, но он в конечном итоге разрушит вас, разрушит ваше племя, разрушит ваш род. Если вы этого хотите, продолжайте жить так же. И тогда наше предупреждение, наше разглагольствование пускай останутся просто какой-то фантазией. Если же вы мыслите по-иному, если вы государственник, и в этой Папуасе, например, есть еще одна республика, где так же какие-то проблемки возникают, обращайтесь. Приезжайте, попьем кокосового молочка, напою вас иван-чаем, расскажем, как все это должно быть устроено. А вы подумаете, а вдруг на самом деле через эти простые действия ваша республика воспрянет, станет великой, независимой во всех смыслах этого слова. И другие республики, Папуасе, потянутся к вам и скажут, ух ты, как здорово, мы тоже так жить хотим. На семье я с вами прощаюсь. С вами был Народное славянское радио. Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Пишите, думайте, действуйте. Быть добрым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова